zip файл мамкины хацкеры читая порою комменты наших самых юных камрадов я с горечью осознаю что многих из них увы очень сильно страдает матчасть то есть ребятки элементарно не понимают самых базовых принципов работы тех или иных сетевых инструментов а ведь для любого прогрессирующего айтишника очень важно знать изнутри саму суть не просто перепечатывать готовые скрипты с экрана а понимать как те или иные программы взаимодействуют с вашей системой какие службы задействуют и по какому принципу происходит функционирование и да безусловно для того чтобы писать собственные эксплойты вам как минимум придется худо-бедно выучить хотя бы один язык программирования но даже зная этот самый язык обойтись без самых базовых навыков сисадмина а вернее будет сказать опытного и не кичика у вас вряд ли получится есть вещи знания которых даже на самом поверхностном уровне является просто маст хэвом в этой среде без них вы элементарно не сможете грамотно изъясняться в сообществе что в свою очередь сто процентов повлечет за собой негативный фидбэк и вы будете совершенно искренне недоумевать почему же вам никак не хотят помогать опытные старожилы все дело в том что эти тертые калачи с форумов знают как работают сети на самом глубинном уровне разбираются стандартах и протоколах принципах проектирования сабнейтинге и прочих умных вещах многие из них имеют за плечами опыт промышленной сертификации в microsoft cisco oracle huawei и ясное дело что такие матерые спецы резко заводятся когда на форум залетает какой-нибудь неофит который не удосужился одолеть даже пару учебников таленбаума однако не нужно думать что подобных людей уже в принципе невозможно догнать ребятушки поверьте все реально главное это постоянно двигаться в правильном направлении и раз уж вы постоянно просите меня подсказать вам это самое направление давайте я сделаю это в рамках тех знаний с которых по моему мнению стоит начинать погружение в данную сферу в цикле роликов катехизис админа я поведаю вам о самых краеугольных вещах из области сетевых технологий без их понимания у вас никогда не получится стать не то что грамотным сисом без этого вы навсегда можете забыть о профессии пентестера и боже упаси этичного хаскера сразу предупреждаю приколю хлеба и бомбежки в данных выпусках будет по минимуму однако я сделаю все возможное дабы эти уроки были максимально доступными и понятны каждому юному зрителю поэтому если вы действительно настроены на работу готовы серьезно учиться или быть может закреплять уже имеющиеся знания сходите на кухню за порцией вкусного кофе устроитесь поудобнее в купленном мамочкой кресле и будем начинать если вы планируете в будущем стать настоящим хацкером пантестером или просто трудоустроиться сис админом понимание того как работают сети также важно как и знание алфавита для грамотного правописания начнем с того что все оконечные устройства подключенные к сети имеют у нас два адреса физический он же mac адрес и логический он же ip mac адрес является уникальным для каждой сетевой карты и назначается производителем платы айпи в свою очередь назначается уже непосредственно на месте системным администратором или другим специалистам на которого возлагаются его функции при перемещении какого-либо устройства из одной локальной сетки в другую айпи на нем может измениться согласно требованиям под сети однако физический адрес останется неизменным сразу оговорюсь для тех умников что побегут писать в комментарии мол mac адрес любого устройства можно легко подделать ребятушки подделать то можно однако если с оконечными узлами это сделать относительно просто то с промежуточными устройствами передачи это сделать гораздо труднее да и речь тут сейчас идет не о том как обходить тот или иной баг а о том как устроена вся эта история согласно канонам руководствуясь ими можно провести аналогию что айпи это как домашний почтовый адрес человека а маг это его отпечатки пальцев последние можно поделать только с помощью пластики а первый меняется по сути после каждого переезда все современные устройства работают двумя типами айпи адресов 4 и соответственно 6 версии это связано с тем что на заре становления интернета специалисты столкнулись с перспективой нехватки адресов айпи в 4 и начали поиски альтернативных методов построения адресации это привело к появлению протокола версии 6 в котором длина адреса не ограничивалась 32 битами как в случае с айпи в 4 а составляла аж 128 бит что в свою очередь значительно расширило потенциально возможный диапазон в настоящее время айпи в 6 активно внедряется на уровне крупных провайдеров но вопрос о повсеместном использовании временно удалось отодвинуть на второй план в связи с появлением технологии над над позволяет преобразовать наши частные внутренние айпи адреса используемые в рамках локальной сети в публичные так одно предприятие состоящие из нескольких десятков или даже сотен компьютеров будет иметь всего один общий адрес для глобальной сети технически это организовано следующим образом маршрутизатор с функцией нато принимает запрос машины внутри сети и записывает его айпи свою таблицу затем этот адрес преобразуется в публичный адрес роутера который в свою очередь отсылает пакеты во внешнюю сеть когда пакеты возвращаются обратно маршрутизатор вновь просматривает таблицу и перенаправляет пришедшие ответы на внутренний адрес машины это очень упрощенное и грубое описание процесса нотирования однако на начальном этапе такого понимания вполне достаточно чтобы уяснить разницу между частными и публичными айпи адресами частным адресам относятся сугубо те стандартизированный диапазон айпи адресов которые вы в данный момент видите на экране именно они впоследствии будут преобразованы на уровне маршрутизатора в публичную версию тут стоит помнить что на там пользуются не только конечные пользователи но и их провайдеры следовательно вы часто можете встретить где-нибудь на форуме фразу в стиле да он у провайдера за натом сидит что с большой долей вероятности означает что у клиента подключен не белый а так называемый серый айпи разница в том что в последнем случае провайдер выдает вам рандомный адрес из своего частного пула подсетки на котором одновременно сидит достаточно много людей то есть он по сути не является уникальным а значит если вы захотите побаловаться с технологиями подразумевающими сквозное соединение у вас наверняка возникнет проблема начиная с того что публичный адрес может волшебным образом меняться каждые пять минут и заканчивая геморроем с пробросом портов именно поэтому если вы хотите практиковаться в сетях крайне рекомендуется обзавестись белым айпиш ником на котором не будут крутиться левые люди то есть вы по сути арендуете за копейки плацдарм для своего будущего развития имея white айпи можно поднять свой собственный внешний веб-сайт настройки в типе сервер организовать стабильную удобную удаленку своим устройствам и многое другое грубо говоря это как если бы провайдер прописал вам ручками статичный айпи в настройках сетевой платы вы определенно можете быть уверены что он никогда не изменится без вмешательства внешних сил а вот случае с греем никто вам такой гарантии не дает все дело в том что для распределения таких вот временных адресов как случае сетью провайдера так и в локальных сетях используется служба dhcp она отвечает за автоматическое присвоение всех основных сетевых настроек конечным узлам на определенное время под основными настройками как правило подразумевают ip адрес маску под сети адрес dns сервера и шлюз более подробно о каждом из этих понятий мы будем разговаривать в следующих выпусках катехизиса на данный момент вам важно запомнить что за назначение всех этих параметров отвечает именно служба dhcp в теории в малых сетях можно вполне обойтись и без данного сервиса настроив все ручками по инструкции однако на практике даже домашние маршрутизаторы уже давным-давно оснащают dhcp их этапы максимально упростить жизнь конечного потребителя для того чтобы посмотреть текущие сетевые настройки вашего устройства достаточно прописать в консоли команду ipconfig all если вы работаете на компьютере под виндой либо ifconfig в случае с linux и mac os после ввода машина выдаст всю информацию касательно метода назначения настроек dhcp или статика какой в данный момент присвоен айпи с какой маской каков адрес основного шлюза и есть ли отсылка на dns окей друзья я честно хотел еще успеть рассказать вам немножечко про порты но думаю в рамках первого пилотного занятия это будет уже перегруз наверняка многие из вас на протяжении всего видео задавались логичным вопросом это из какого такого учебника я демонстрирую весь этот чудо материал сейчас я вам все расскажу те олдскульные камрады что познакомились с моим творчеством еще на заре канала наверняка помнят что я являюсь сертифицированным инструктором академии циска по направлениям си си и ней и эти сэншелс так вот представленный в ролике материал как раз таки по большей части и является переосмысленной выжимкой из этих замечательных курсов и в связи с тем что с недавнего времени у меня появилось чуть больше фритайма за счет того что отпали некоторые проблемы в офлайне мне бы хотелось попробовать взять несколько человек на дистанционное обучение именно по вышеперечисленным направлениям сразу предупреждаю это будет стоить недешево это будет действительно трудно и если вы хотите получить результат вам реально придется пахать однако могу вас заверить что данное обучение того стоит помимо интерактивных лекций с промежуточными заданиями лабораторных и практических работ в эмуляторе cisco пакет трейсер вы получите в свое распоряжение огромную базу для самопроверки в виде тестов которые будут представлены формате контрольных и экзаменов после каждой главы также экзамен предусмотрен на финальной стадии курса как практически ограничены временными рамками так и теоретически время и формат прохождения будем обсуждать с вами в индивидуальном порядке как собственный ценник те кому интересна эта движуха пишите на мою электронку с пометкой в теме письма cisco курсы и я перешлю вам подробную программу по обучению пройдя ее вы помимо реально востребованных знаний получите еще фирменный сертификат академии но о том насколько это актуальная тема судить только вам для этого достаточно хат хантере в строке поиска набрать cisco и посмотреть примерное количество актуальных вакансий в общем со своей стороны пищу для размышлений и возможно вектор развития я вам дал а там дальше сами смотрите если заинтересует буду искренне рад пообщаться с понимающими цены с людьми но на этом сегодня все большое спасибо всем тем кто досмотрел данное видео до конца вы даже на этом этапе уже гораздо успешнее и перспективнее многих своих коллег и да я прекрасно осознаю что в общей сложности данные ролики будут набирать значительно меньше просмотров нежели взлом чьи-то жопы однако дальше продолжать двигаться по пути грязи и хайпа я попросту не могу бог с ним с этой монетизацией сотнями тысяч просмотров восторженными комментариями со стороны шестиклассников хорош я не для того пришел на youtube чтобы взять и уподобиться конъюнктуре мамкиных взломщиков на ютубе хватает и без меня стать клоуном здешней прослойки не так уж и сложно а вот найти действительно толковых специалистов которые втирают правильные нужные вещи это вообще фантастика таких людей можно по пальцам пересчитать я не говорю что их нет безусловно есть однако как мне кажется я смогу донести информацию до молодежи гораздо понятнее ведь админство и сети это как раз таки те сферы от которых меня действительно шторит а безопасность это скорее хобби из которого последнее время приходилось в буквальном смысле выжимать соки даже вставать по утрам не хотелось узнаете прям такое непреодолимое отторжение будто бы занимаюсь не своим делом не твой целью которую ставил себе изначально а я ведь действительно хочу сделать из вас толковых грамотных а главное трудоустроенных специалистов они скрипт киди повторяющих как обезьянки написанные кем-то команду это не заставляет вас думать а мне хочется чтобы вы именно думали думали и четко понимали что делаете в этом заключается моя цель моя основная задача я сделаю все чтобы ее осуществить и сделать жизнь своих подопечных чуточку лучше надеюсь получится ну а там как говорится время покажет с вами как обычно был денчик удачи успехов комрады всем пока